как и обещал же не поясню сначала всем идею подачи будет скажем так экспериментальная я постараюсь объяснить наши комьюнити как делать плохо и чтобы наша инфраструктура была плохая есть такой себе сарказм мод если кто как бы не понимает прошу речь то еще раз повторю как бы анти паттерн и вам не стоит делать так как сейчас будет говорить такая себе и не только все что видел все все в принципе кейс этот реальный то есть ничего не придумано я думаю что будет хорошо если мы на каждом паттерне будем останавливаться если кто-то хочет что-то там сказать добавить свою боль рассказать либо рассказать как сделать кому-то плохо ну то есть волком не думаю что стоит это делать там час моего разговора смысла все равно нет ладно смысл как сделать плохо всем вокруг как потратить много денег у кастомера как симулировать работу как фейкать девопс практике погнали героев у нас будет сис админ белых пальто будет девопс не драк сексуал джайл гуру заны для тех кто не со львова это это в общем то у нас есть категория рабочих слабо оплачиваемых которые делают очень плохую работу на нее делают project менеджер ну и кто-то платит за это все в общем пошли 1 паттерн если вы делаете какие-либо ченджи старайтесь делать их нычку это очень важно игнорируйте эти процессы они только вас задерживают тут чем бенефит основной если вы делаете это все в нычку и у кого-то что-то поломалась много людей вокруг будут мучиться искать причину и когда это когда дойдет до вас вы можете это все быстро пофиксать моментально все будут думать что вы молодец поднимут вам зарплату в общем то вы вы на коне этого из простых начнем так дело в том что вот этих героев внизу как бы репрезентирует людей которых мы постоянно видим которые это делают то есть как бы все понимают что не надо но все равно каждый проект который я не смотрел не помогал он все равно так вот комит мастер скажем так намного быстрее можно комит ваш супер код идет как можно быстрее продаж девелоперы которые вместе с вами девелопят у них миллион проблем с тем как этот код потом мерджать как фиксовать конфликты откатить ваши изменения практически невозможно если вы делаете много пиаров одновременно очень удобно все страдают отличным паттерном тут есть если вы хотите сделать какую-то новую фичу не создавайте ни в коем случае ветку вы можете просто скопировать ваш же код сдублировать его в поддельную папку назвать ее как-то по иначе и закомитать мастер и это работает никто не понимает откуда что работает очень удобно у нас есть проект которым в принципе так ребята работают удобная штука все страдают отличный еще один паттерн это когда вы создаете отдельную папочку назвать ее а застав и пихаете туда ваш код это супер классно так и делаете получается так что никто не может разобраться что в ней зачем если вас вас перекинут на другой проект обязательно вы будете как бы на коне вас всегда будут спрашивать что где и как работает потому что только вы знаете клёво в общем дальше если вы пишете код старайтесь писать его один ни в коем случае не входите в коммуникации с клиентами с коллегами проблема в том что они могут вам что-то посоветовать и вам придется все это переделать а это ну вы просто тратите время неудобно будет меньше багов из-за этого но опять же инфраструктура будет вас такая такая плохая в общем не тратьте время на conversation отличным делом еще есть это это то что только вы все напишите никто больше кроме вас упортить в принципе этот код и не может и только вы единственный человек который может с этим справиться все подтиксать такой себе плюс к job security ну и главное ни с кем не не общайтесь во время этого пишите как можно больше сами то удобно никаких парных программирования environment а старайтесь помочь вашему project менеджер ни в коем случае не разделяйте environment и отдельно на физические физический environment все должно быть в одном аккаунте это надо если либо на одном пиватном клауде в чем бонусы вы связываете очень сильно ваши дэв стей про ты тест environment и так чтобы они использовали одни и те же ресурсы желательно одну и ту же да одни те же данные и как только что-то идет не так вы сразу же эффекта эти все подряд сервиса это очень удобно вы практически единственный человек который знает как не аффектнуть прод все остальные обязательно во время девелопмента может его сломать в общем и ну все довольны инфраструктура сложная все ломается все друг другом друг другу мешает никто не может ничего понять и вы экономите деньги супер удобно работает кстати ребята есть какие-то замечания понятно да как как делать плохо инфраструктуре абсолютно согласно так и работаю можно вот у нас есть например прямо сейчас прыгнуть жития из свеженьких какие-то люди решили что вот они строят сервис у нас там человек а из команды а делает сервис создает там rds базу данных на амазоне создал этот сервис в дэв-энвариументе показал запругали сделал потом еще и продакшен но база данных осталась же тоже в дэв-энвариументе и это все работает какое-то время там полгода а потом когда кто-то приходит в дэв-энвариументе смотрит о тут какие-то машины давно ранятся их никто не использует берет удаляет эту базу и смотрит на нее потом потому что у тебя там 500 500 эрорки какие-то вылезли смотрит очень долго и мучительно потому что ну никаких снапшотов ясно дело на дэв-энвариумент никто не делал ну все сломалось все все замечательно вот примерно а тут инше питание а скажем можно было бы реквайрменты эти кидын-эв-энвариумент юзаты отлично но я или что-то не короче нам ну скажем моден аккаунт в амазоне правильных у тебя меньше аккаунт все правильно вот тут этот парень делает замечательную работу так и делать requirement никогда не не снот вам не стоит в принципе спорить с менеджером если он захотел один аккаунт значит один аккаунт это удобно понятно что так делать нельзя но как бы вопрос тут другой например проект может прийти извне то есть вот он пришел короче да там с одним аккаунтом это плохо но так как бы надо тогда сделать другой дэв аккаунт если там уже прод надо понимать сначала как бы что у нас есть то есть тот кто сделал это плохо это понятно но вот скажем опять же тот кто удалил в дэв аккаунте перед тем как что-то удаляет надо разобраться ну конечно тот кто удалил и виноват все правильно я с тобой согласен ну в общем когда мы работаем просто здоровенных инвайрон так и когда все структурировано и как бы все должны понимать все сеньоры помидоры а потом вот такой сюрприз тебе неприятно в общем неприятно делать надо правильно все под одну крышу чтоб у всех все ломалось друг друга эффекты даже были кейсы где у какого-то человека на лэптопе даже работал сервис мой на лэптопе на десктопе очень долго пока он его не выключил на против что-то не сломалось ну то есть такое она дальше тесты фичи там все все тестите в одной одной итерации это очень быстро на выходе вы всегда знаете сто процента что или все плохо или нет получается отличный quality контроль нельзя или можно пускать продакшен и когда вы это все тестаете конечном итоге то есть подождали пока девелоперы наделали достаточно фич а потом резко все затестаете перед релизом у них будет достаточно работы а у вас все замечать основной смысл ни в коем случае не не тестать и все по одному если делаете performance тесты сразу тест эти все варианты фичи или настроек которые вы там решили сделать потому что иначе это очень долго вам это мучительно а инфраструктура от этого но станет лучше а это плохо нам такое не подходит вот вариантов как как мы видели как вот это работает просто немеря например берем там нужно за не знаю там какой-то там стак улучшить на тюнить какой-то сервис и шум шоу делают люди они сразу там по две-три фичи делают и смотришь как система реагирует и делают вы снова выводы на основе сразу пачки получается просто замечательно про то идет всякая непонятность класс никто ничего не знает замкла надо конечно более тут очень много чего можно рассказать с экзамплами представьте если у вас большущий black box с маленькими выходами там какой-то pipeline инфраструктура в этом включили где-то какой-то там не знаю югипи заблочили то реакция вашей всей системы может вообще в разных местах быть но вам это не важно лучше лучше все сразу затестить и сказать да нет бинарный ответ тестеры вот замок в этом случае поможет давайте дальше мой любимый для суппортеров очень хорошо подходит если вам приходит ларт с какой-то мониторинг системы вы можете рестартнуть сервис либо другие сервисы пофиксать этот ларт сделайте именно так просто пофиксайте вы рестартните и и закройте тикет без без пояснения как вы пофиксили оставьте этот мониторинг желательно чтоб мониторинг был интегрирован с жирой у вас очень много было тикетов где вы спасали инфраструктуру таким образом вы можете симулировать вашу работу годами никто ничего не знает почему реально происходит проблема все замечательно отличным примером еще есть это если вы пишете какой-то сервис просто суппорт всех ваших мониторинг лартов отправьте на тирва либо 3 они рестарты от сервисе вы напишите им какую-то ранбуку как это делать и это будет вечно у всех будет работа замечательный патрон за что спасибо кстати тирвана это их не кейс напомню еще раз перебивать можно может хотите рассказать как это как можно еще лучше так что нет проблем кейс с пайплайнами смысл какой ваши пайплайны ни в коем случае не должны быть бинарной логикой то есть либо зеленый либо красный файл либо хорошо добавьте туда экстравагантности добавьте там парнинг чем смысл через какое-то время все ваши пайплайны станут желтыми и люди будут стараться игнори и стараться их игнорить и реагировать только на красный результате у вас получится очень плохая и на тестированная инфраструктура и все желтая симпатичная в общем прикольно все страдают и отличная тема тут еще то что потом вашим там тестером либо девелопером придется придумать какую-то систему которая будет считать количество парнингов делать какие-то весы и на основе этой системы говорить можно пускать код в продакшен или нет крайне удобно выглядит приблизительно вот так желтенько симпатично всем удобно тут обычный паттерн человеческой логики психики даже не знаю правильно назвать то есть если она желтая можно идти дальше то то отлично вот так вот и делать так кстати из примеров то если сначала 12 в арминга и вы переживаете что не получится плохо сделать инфраструктуре то не переживайте через некоторое время абсолютно все не будут желтые всегда работает удобно следующий это больше про про то как как девопс работает с людьми процессы тут очень важно иметь всегда свое мнение и спорить про какие-то терминологии это очень удобно в принципе постоянно добавляете какую-то там обобщенность каким-то там дефинициям никто нормально не может понять прошу вы говорите и начинают начинать спорить вы все начинаете тратить время атмосфера в работе отличная и рано или поздно никто ничего не понимает про то что говорят тима как бы назвать правильно но общего граунда вообще не имеет если кто-то что-то делает то ну просто все друг другу доверяют главное в этом паттерне ни в коем случае не заводить глоссальный где люди начнут записывать термины чтобы было легче общаться быстрее потому что это все вам испортит а так люди могут реально взять и не то сбил дать не не так интерпретировать и не то кинуть впрот такие дела мелочь но приятно все ссорятся и дела следующий тоже из серии коммуникации старайтесь потроллить друг друга про про какие-то там тузы лэндвичи где-то python лучше перла ruby лучше python go java windows linux он там у меня есть пхп здравый смысл это это шикарно у вас есть хороший шанс зафорсить какого-то человека делать ненужный код чтобы он доказал какую-то ненужную никому вещь на работе все занимаются не тем что надо и есть отличный шанс что люди так разорятся друг на друга что они начинают писать ровно на том языке на кого мы не хотят своим структуру потому что язык ну ясно делаю их не лучше вашей инструкторе получается просто букет интересного кода разных технологий которые очень сложно суппортить и просто нет человека который там уже и это замечательно кейсы у нас все тут те кто знает на каком проекте работают тут везде так другого не видно вот отличный паттерн как где помогает мистер менеджер он горит вам автоматизировать все и ни в коем случае не отказывайтесь девопса это любит то есть это интересно во первых вам реально не надо мучиться и думать про то что там кастомер нужно доливарить что реально с какие реально проблемы вы главное занимайтесь автоматизации это можно убить очень много времени за это платят это в принципе прикольно ни в коем случае не ищите где bottleneck потому что он реально сделать вашу инфраструктуру лучше если вы импруднете просто автоматизируйте все подряд кроме него это удобно и вот могу посоветовать отличную вещь с новыми паблик клауд сервисами сделайте супер автоматизацию чтобы дэв environment можно было поднять в клауде за секунду и любой дурак мог это сделать в этом случае все ваши коллеги попробуют вашу новую тузу запустит ее поднимут на например это был если парочку кластеров и забудут потом ее удалить и через какое-то время вы просто зайдете ваш дэв аккаунт или шарийный аккаунт и там будет просто неимоверное количество интересных сервисов за которые платят кастомер это замечательно все страдают следующее это только менеджерам даже не знаю что стоит сильные списки рассказывать но есть менеджеры которые создают новые 2 steam с целью адапшена девопс технологии девопс процесса что они делают они имеют дэв команду обс команду и создают отдельную еще девопс команду смысл какой в этом случае мы можем полностью прекратить в принципе общение девелоперов и оперейшенцев точно на сто процентов забрать с девелоперов задачи по оперейшеном ас оперейшен задачи по девелопменту таким образом мы делаем вид что мы делаем девопс но в реальности все все плохо и еще дополнительно что классно что вы можете добавить вашу инфраструктуру какой-то там набор докеров всем тулзов оркестраторов мониторингов поверх этого всего суппорта в пару сас сервисов и еще добавить environment of и чтобы она как не работала так и не работала но просто больше платить было нет замечать так а мой любимый никогда не апгрейдите логаси тулзы и джайл говорит нам что нам не надо тратить время на вещи которые рано или поздно не будут работать то есть лучше потратить на что-то новое на то что кастомер хочет так вот если какая-то тулза собирается дикомисаться это отличный повод не в грейдите чтобы так вот не делайте альтернативы чтобы эта тулза работала ну год-два но она конечно будет работать два три никто же не будет ясно делать и комиссии но люди будут страдать и это замечательно в этом случае никто ничего не может сделать у вас есть причина и это долго мучительно плана не забывайте ни в коем случае не делайте альтернативу иначе иначе у людей будет возможность мигрировать куда-то то даже если сделать альтернативу они все равно скорее всего не мигрируют в эту работу то есть не амгрейте просто паттерн хороший работает еще один очень классный возьмите за правило делать сюрпризы клиентам в коем случае не надо говорить про то что вы собираетесь сделать просто поверьте вашему чутью что вы знаете что клиенту надо либо вашей инфраструктуре и сделайте какую-то громоздкую тулзу которая пофиксит но там капельку проблем как только вы это сделаете скорее всего клиент это не будет пользоваться никто кроме вас этим не будет пользоваться практически никому не нужная тулса но так как вы ее уже сделали вас похвалят и есть хороший шанс что всем придется читать ваш код мучиться какой-то период там месяц-два конечно же в результате никто не будет именно пользоваться но все равно же люди потратят время на это это замечательно ни с кем не общайтесь делайте сюрпризы ну все равно нужно кому-то разбираться то есть сегодня ты написал завтра если например представь что твой код там сервис делает 10 каких-то там вещей и из них только одной пользуется клиент но все эти десять вещей все равно нужно суппортить так как ты это детьми показал кастомер сделал какой-то контракт между вами что вот это будет работать то есть бенефиты в любом случае есть данная ситуация мы дописываем какую-то тулзуна и користуется кастомер и все равно кому-то придется читать мой код читать документацию ну это нормальный процесс то есть да да главное ну в этом случае главное делайте это пачкой то есть чтобы никто не знал а потом резко вы вываливаете много много очень же это не не из истории где в аджайле вы все делаете по чуть-чуть видите фидбэк от клиента можете что-то поправить сделать я про историю зачаил но тут тут нету этого буру в аджайле там чуть-чуть правильнее там быстрый фидбэк от кастомера и вы можете резко поправить все и ваши коллеги успевают читать документацию но если вы это вываливаете большой большим количеством то никто в этом по-любому не разберется и много читать документации не будет и это замечательно но да а один из моих любимых про процесс админов принципе обычно но и до вопса тоже такого творят вот вы вам нужно поднять новый сервис какая-то там кавка там например не знаю какая-то база данных 3 тут вы также так же как и раньше используете 7 тузы чтобы поднять его но чем делайте мануально на хосте ни в коем случае не перекидывайте во всем чуть чуть классного том что никто другой кроме вас просто так с кода поднять этот сервис не сможет его единственный кто знает как это как она на тюнина и как она может работать в принципе адекватно и еще хорошо тут добавить чтобы нигде не было задокументировано какие лимиты есть у этого сервиса когда ему нужно скелить и как на него реагировать не просто на мониторинг он работает или нет и тогда какой-то момент все пойдет не так вы будете единственные на коне кто знает что делать это замечать плюс job security как себя вот такие дела у нас это часто а там есть бонус вы когда будете мигрировать сервисы что в принципе всегда даже не знаю если ситуации где сервис ранится то без миграции то будет веселуха где-то забыл одну картинку поставить коллега советовал в общем это это больше про тренды тут тут ваш проджект менеджер вместе с вами молодым девопсом вы должны фаловать тренды вы должны выбирать самые последние технологии которые никто не пользовался и никто не знает если от них бенефит или нету просто постарайтесь и где-то внедрить чтобы на них больше времени тратилась чем на реальные бизнес кейсы это довольно замечательно потому что вы еще кроме всего сможете все вишку себе записать пару интересных аббревиатур но клиенты конечно ничего не получат от этого позитивного это замечательно но с кейль добавьте больше докера выберите что-то такое что обязательно чтоб она не было проверенным года но с докер можно уже выключить но все равно будет будет а тренду знаю что девопсы не согласятся у них это очень такая тема скользкая так есть сообщение так вот знаю да она в общем видно экран или нет видно 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 ну вот это вот она и кстати да еще один позитивный момент в этом случае вы набираете очень классных профессионалов если в команду набирать людей которые знают тренд это замечательно ладно хороший паттерн во всем виноват на топ я его очень люблю тут тут очень много хейтерства и люди друг друга не видят много общения между командами это замечательная вещь когда вы понятия не имеете как точно ваш сервис работает но так как все происходит скорее всего через нетворку то всегда есть тот кто виноват вы можете создать ему очень много тикетов сказать что он не прав заставить его поискать чё-то потом он вас что-то заставить поискать в общем вы занимаетесь интересной работой ни в коем случае не делайте тут никаких мониторингов на вход трафика на выход латенси всегда есть на топ который это знает как как отреагировать ну такой стандартный паттер с документации найдите место про которое никто не знает кроме вас опишите поверхностно ваш сервис и запустить его продакшен у вас есть как бы прикрытая спина если вас спросит босс где документация это другие люди не могут найти в это знаете где на проблемы которые возникнут с вашим сервисом у других людей в принципе это замечательно и вам не надо про это париться классно удобно в момент беды вы всегда вы всегда знаете как ответить документация есть ни в коем случае не делайте так чтобы про вашу документацию знали очень был простой паттерн а это один из моих любимых с тем кто использует configuration менеджмент тузы это что-то типа папы то ансибы солта и тому подобное юзайте вашу дату как код всяких юзеров хост листы все что динамическое и его нужно постоянно и она постоянно меняется его природа не совсем понятная ну например из хороших кейсов за запхайте всей все этих юзеров например папы то и создавайте их папы то это крайне удобно в этот момент у вас возникает просто миллион новых задач например создать нового юзера удалить юзера и это все нужно делать руками и это прекрасно больше тикета вы можете симулировать работу очень долго после чего кто-то может взять и например улучшить ваш супер сервис каким-то еще костылем сделать громадную систему самое главное ни в коем случае не разрешайте никому дату тритать через какие-то там база данных там через какие-то сервисы типа папа деби лучше лучше в коде юзер должен быть прописан это удобно с кейсов экземплов есть проекты практически на процентов 60 из тех что я нас в сервере видел 7 используют для того чтобы юзеров менеджить либо миллион и фов с хостами то есть они прямо в манифеста пишешь и хост такой-то такой ся это удобно потому тебя громадная такая лапша выходит замечательно так private код за комьюнити модуль поясню если если сложность представьте что есть какой-то там пакет есть какой-то сервис туза на гитхабе но вам чуть-чуть что-то нужно иначе вот совсем чуть-чуть вот это бах нашли либо какая-то мелочь и вы берете делайте форка этого кода и меняете там делайте ваш патч вашем приватном репозитории запускаете сервис с этим делом ждете полгода и после этого если кто-то захочет апгрейднуть вашу тузу у него это не получится а у вас получится потому что вы все знаете и это замечательно вот такие дела всегда так делать особенно если код это должен апгрейдится очень часто так самый обычный паттерн если вы что-то знаете и зайти это всюду ни в случае не не рывай за эти ваши предпочтения выбор тузов которые у вас на голове если знаете папы всюду и зайти папа если знаете докеры делаете базы данных на докера если вы что-то знаете то просто берите используйте только это если имеете башки пишите только на ваш в принципе можно все порешать только одной технологии если постараться хороший паттерн всегда выходит интересное в результате мы рассказывать не надо экземплы вы все из у себя знаете есть кто-то кто гуру в чем-то и он пишет только так ну это все какие-то вопросы ответы ну тут стосовно використания новых скажем знову ж таки так выходит что мы не маем пропоновать и жодные новые технологии не ни в коем случае не так конечно ну тут тут даже не так тут важно чтобы то за вот это которую сейчас кто-то предлагает ее кто-то увидел в гугле либо там фейсбуке рекламный контент был еще про этот узлу было мало информации никто не знает использовалась она в продакшене у кого-то или нет есть какой-то хороший бизнес кейс а просто завязать узнали про блокчейн чуть-чуть говорите вашему менеджеру он тоже на какую-то на какую-то там комьюнити ходил тоже послышал про блокчейн вы просто берете открывайте новый проект и занимаетесь блокчейном пока пока все плохо не станет или проект не закроет не старайтесь вникать кто в какие-то вещи просто юзайте потому что это модно девопс это про моду они про то чтобы сделать вещи лучше и кастомера довольно тут больше про нет такого девопса который не отказывает и пробует cutting edge technologies вот так вот например возьмем так сас сервисы вы можете сделать лог систему систему по собиранию логов на елка у вас в инфраструктуре поможете завязать на какой-то сас сервис так как это модно использовать сас возьмите и заиспользуйте сас выйдет в результате очень дорого и и съехать с этого будет сложно замечательно дорого это погоджусь но с ехать и снова таки я не думаю что складно тут несложно еще один момент но если мы використовываем сас сервис в цьому может быть певный бенефит нам не нужно поддерживать илк особенно если мы говорим про продакшн стек да 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 не надо поддерживать но если у вас что-то серьезное и например логентрис время от времени неправильно вам что-то индексирует либо не доходят все логи то это же замечательно вы же сас выбрали ну крим логентрис я більш давние проверения тулзе например сумму логик старенький короче с невеликою колькістю можливостей а в принципе надейный да 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 у нас вот дикомислили вот недавно год назад только просто вязали вот сейчас тоже расскажу это очень интересно получается заказали сумму лурджи все настроили чтобы он отправился туда отправлялись давно но этими вещами никто не пользовался и просто платили не знаю сколько это лет было наверное больше чем два года просто платили за это пока кто-то не понял что этим никто не пользуется вообще но сервис удобный но тут уже что-то инши питания короче а чему никто не користовался раз можливо скажем это было какие-то там больше менеджерские решения ниже конечно конечно да то может там менеджеру запропонували вот у нас есть сумма логики менеджер да мы хотим сумма логик тут теж таки еще момент я бы я враховав там скажем я думаю дописать где-то в чем прикол что очень важно если хочешь сделать все плохо когда делаешь новый сервис ни в коем случае не каунтить пользуется ним кто-то или нет ты просто его постоянно поддерживаешь делаешь много фич и даже если в середине твоей инфраструктуры все очень очевидно и вроде все ним пользуются все равно рано или поздно вылезет вылезет то что он никому в принципе не нужен весь вообще все время которое ты потратил на это года абсолютно бестолковая туза которая там была запущена и люди занимались непонятно чем замечательный патент так что согласен да абсолютно погоджусь так с власной практики а вот этот лог для development в принципе я бы сказал бенефит с него досить невеликий и мы в себе заюзали спочатку грейлог никто ним реально не користуется и мы поставили звичайный там логаю який показывает логи на люту и ним почали все девелоперы користуватись то есть звичайный просто показ логов на люту я понял это как он там называется real tail там пару вариантов мы выбрали логаю но мы кстати к нему еще не подошли пробовали лог для лог entries лог зет еще нет попробуем кстати досить непогано и в принципе все что потребно девелоперу реально реально помилка яка виникает про какие-то дии там читали опсом очень важно понять там например с инжинкса сколько людей ну там юзают какие-то ошибки либо еще каких-то сервисов для опса в нас окремо просто збираются локально через рсс лог логи и скажем там ротейтится данным если брать опсом в дева ну в дев стеку мается на вазе новый продакшн нам не потребно там логи больше ниж за два-три дня у нас нам занимаемся там своя пропоредарная контейнер ази сервис система и часть нашей команды занимается тем чтобы ну занималась скажем так был проект тем чтобы с контейнеров логи сразу же независимо того хочет человек или нет и шли через капку куда-то там дальше уже по вопросам и стримить можно локально мы сделали такой себе api сервис который ставки умеет на лету логи читать ну если что до учаетесь концепции думаю нас нас много историй тут еще нет героев такие как security тима и очень много могут принести хорошего и плохого и хорошего вот так всем спасибо